Мир, отраженный в зеркале, это такая привычная для нас картина, что мы давно уже перестали ей удивляться. И только мартышка, как в басне Крылова, пытается заглянуть за зеркало сзади и потрогать свое отражение руками. Давайте вспомним все, что мы знаем о ходе световых лучей, когда они испытывают зеркальное отражение. Установим плоское зеркало на поворотный круг и направим на него световой луч под прямым углом к поверхности. При этом отраженный луч совпадает с прямым. Теперь повернем зеркало. Прямой луч падает на него под углом 30 градусов к нормали. И отраженный луч тоже идет под углом 30 градусов к нормали. И всегда при отражении света от гладкой зеркальной поверхности угол падения равен углу отражения. Почему же мир в зазеркалье представляется нам в точности таким же, как и реальный мир перед зеркалом? Нарисуем зеркало и точечный источник света перед ним. Лучи света расходятся от источника во все стороны и отражаются от зеркала так, чтобы угол отражения был равен углу падения. Продолжим отраженные лучи за зеркало. Все продолжения пересекутся в одной точке. Поэтому нам кажется, что все отраженные лучи выходят из этой точки, находящейся за зеркалом. Всю эту геометрию можно увидеть, направив на зеркало лазерный нож. Мы видим падающий луч, отраженный луч, изображение падающего луча и изображение отраженного луча. При этом лучи перед зеркалом и за зеркалом продолжают друг друга по прямым линиям. Докажем, что свет при отражении от зеркала идет по кратчайшему пути. Пусть свет вышел из точки А, отразился в точке О и пришел в точку Б. Построим точку А1, зеркальное изображение точки А. В силу равенства углов падения отражения нам кажется, что свет идет из А1 в Б по прямой линии через точку О. Все остальные пути, ведущие из А1 в Б через какую-нибудь другую точку на поверхности зеркала, будут ломанными. Но путь по прямой наикоротчайший среди всех возможных. Поэтому и путь АОБ при отражении будет самым коротким из всех, проходящих из А в Б через какую-нибудь точку на поверхности зеркала. С зеркалом связан еще один прекрасный вопрос. Почему в нем меняются местами правое и левое, но не меняются вверх и низ? Попробуйте разобраться с этим вопросом самостоятельно. Субтитры подогнал «Симон»